МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, Галина Андреевна. Здравствуйте, Максим. Как я сказал в самом начале, значимое событие в спортивной жизни на Хабина это строительство нового спортивного комплекса с бассейном. Какие надежды возлагаете на это спортивное учреждение? Максим, прежде чем ответить на этот вопрос, я хотела бы поблагодарить вас, что вы меня пригласили в эту студию, потому что, на мой взгляд, вопрос по развитию спорта – это важно и актуально. В нашей стране всегда были высокие показатели по спорту, всегда развивался спорт. В прошлом году мы проводили Олимпиаду, в этом году Чемпионат мира по водным видам спорта. Все мы вместе готовимся к Чемпионату мира по футболу. Но очень важно, когда наш ребенок, выйдя из дома, может пойти и позаниматься на хорошей благоустроенной площадке. То есть, что называется, в шаговой доступности. Да, в шаговой доступности. Или пойти записаться в секцию, где работает профессиональный тренер. Это не только здоровье нашей нации, это и высокие спортивные показатели, и решение очень многих проблем. Поэтому еще раз спасибо. И возвращаясь к вопросу о строительстве ФОКа. Да, в прошлом году у нас началось строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном. Это по программе губернатора Московской области. Будет дельфин. Когда мы узнали, что начинается строительство, мы провели конкурс среди жителей городского поселения Нахабина. В конкурсе принимало участие более ста человек. И выдвигалось много номинований, названий комплекса. Но мы все остановились на дельфине. А почему привлекло именно это название? Когда мы открывали первое наше спортивное сооружение, Старт, это было наше первое. И вот название, это Старт. А вот дельфин – это сильный, быстрый, умный обитатель океана. Поэтому мне кажется, это очень символично, что наши дети с помощью или благодаря ФОКу станут сильнее, умнее и быстрее. Я тоже так думаю. Тем не менее, уже какая-то работа идет по подбору, может быть, персонала. По заверениям главного подрядчика, ФОК должен быть сдать 31 декабря этого года. Я надеюсь, что так и произойдет. Следовательно, где-то в начале следующего года, может быть, в конце зимы или начале весны, будет торжественное открытие. А чтобы было торжественное открытие, предприятие должно начать функционировать. Поэтому уже сейчас начались работы по подготовке документов, устала, штатного расписания. Сегодня у нас заседание Совета депутатов городского поселения Нахабина, где будет утверждаться кандидатура на должность директора этого учреждения. Готовятся документы по муниципальному заданию. По решению главы городского поселения Нахабина на первом этапе в ФОКе будут открыты две бесплатные муниципальные секции. Это плавание и водное поло. Но это на первом этапе, потому что понятно, что любое спортивное сооружение достаточно хлопотное предприятие, тем более с бассейном. Но как только будет становление учреждения, я уверена, что будет и расширение секций, и в качественном плане, и в количественном. Ну а пока задумывались о том, кто будет заниматься с детишками, кто будет тренировать. Да, у нас ведется подбор тренерского состава. Этим занимается у нас директор, который сегодня предстанет перед депутатами, выскажет свою программу. Ну и, соответственно, может быть, предложит каких-то кандидатов на тот или иной пост. Но давайте тогда, пока у нас бассейн еще не готов, перейдем к другим спортивным объектам. Ну, например, вы заговорили о шаговой доступности. Что происходит в жизни Нахабина для того, чтобы спорт стал ближе? То есть открытие, может быть, каких-то спортивных площадок рядом с домом. Что вот здесь, в этом направлении? Как известно, что все познается в сравнении. Я хотела бы немножко вернуться назад. Вот 7-8 лет тому назад. И сказать, что было в Нахабино. Не было ни одной спортивной площадки с искусственным покрытием. Не было ни одного спортивного комплекса, спортивного сооружения, не считая нашего старого стадиона. И проводилось в год 3-4 мероприятия. Развивался у нас футбол, мини-футбол и волейбол. Что у нас сегодня, если касается только плоскостных спортивных сооружений, то есть спортивных площадок. Прошли по спортизации 16 спортивных площадок. 15 из них это с искусственным покрытием. То есть это искусственная трава или резиновое покрытие. В этом году планируется сдача двух еще площадок. На Парковый и на Лесной. Мы планировали, что будет торжественное открытие где-то в сентябре. Но в связи с тем, что прошло изменение законодательства и аукцион у нас прошел с опозданием. Поэтому реконструкция площадок немножко отодвинулась. Но обязательно где-то в конце октября или в начале ноября у нас пройдет торжественное открытие. Это песни, это праздник, это подарки, веселые старты. Мы всегда приглашаем к нам известных спортсменов. Допустим, в прошлом году на открытии площадки на Новый Лесной у нас присутствовала олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира по биатлону Светлана Ишмуратова. Надеюсь, что в этом году она к нам тоже приедет. Замечательно. Да, а вот смотрите, вы сказали о том, что замечательно, резиновое покрытие или искусственная трава. То есть качеству вот этих новых площадок уделяется особое внимание. Ну что конкретно должно быть сейчас на детской, на спортивной площадке? Вот как вы считаете? То есть это не просто, скажем, там поле, где можно погонять мяч. Может быть, какие-то тренажеры для занятия воркаутом, которые сейчас в моде. Вот как подходите к этому вопросу? Ну, во-первых, у нас все площадки, они многофункциональны. Если у нас с искусственным покрытием, значит, там можно играть и в футбол, и мы заливаем там зимой хоккей. Если это резиновое покрытие, то там можно играть и в футбол, и в волейбол, и в баскетбол. То есть там, значит, установлены сетки, там, значит, есть кольца для баскетбола. А по поводу воркаута хорошо, что вы напомнили. По программе Московской области у нас в этом году будет сдача площадки по воркауту. Вот так. То есть не отстаете от жизни. И кроме этого у нас есть площадка в новом городке по скейтборду. Тоже достаточно такое. К нам молодежь часто обращается, ее более усовершенствовать. Но она находится рядышком с новостроящимся комплексом. Поэтому по решению главы она войдет в общую территорию комплекса. За ней будут особые присмотры, потому что скейтборд – это особый вид спорта. Вот. Поэтому я думаю, что в следующем году скейтбордистам там понравится заниматься. А сейчас нет такой практики присматривать за площадками, за теми ребятами, которые приходят на площадку? То есть, например, человека ответственно за ту или иную спортивную территорию. Чтобы можно было не просто ребятам прийти позаниматься, но сделать это под руководством, под присмотром какого-то тренера, профессионала. К сожалению, у нас пока это не практикуется. Но разговоры у нас ведутся об этом давно. И надеюсь, что в ближайшие годы этот вопрос будет решен. Для того, чтобы удобно было детям и взрослым заниматься на наших площадках, мы в начале этого года наши площадки передали в оперативное управление нашим домоуправляющим компаниям. Чтобы они там наводили порядок, следили за чистотой. Мы вовремя ремонтировали, естественно. Обязательно следили за воротами. Раз в две недели мы объезжаем эти площадки, составляем акт. Если все нормально, значит все нормально. Если есть недостатки, здесь же письмо на стол в главе, он подписываем и отправляем в домоуправляющую компанию. Конечно, там у управляющей компании все работают по-разному. Кто-то лучше, кто-то хуже. Я не буду называть кто хорошо, кто плохо. Но мы стараемся, чтобы на всех наших площадках было чисто, уютно и комфортно нашим детям. Ну вот смотрите, увеличивается количество спортивных площадок. Наверняка, я так думаю, должно увеличиться количество людей, которые увлекаются, занимаются спортом. Естественно, они хотят, чтобы проводились различные соревнования в поселении. Вот что касается вот этих спортивных мероприятий. Что происходит в жизни спортивной Нахабина? Какого уровня, скажем так, мероприятия проводите именно спортивные? И на что в ближайшее время стоит обратить внимание? Ну, прежде чем ответить на этот вопрос, я хотела бы немножко продолжить по красным сооружениям. И сказать, что в следующем году у нас будет построено еще, реконструировано еще три площадки. Две площадки на Парково и одна площадка на Панфилово. Это тоже сегодня Совет депутатов утверждает бюджет. И в планах этого бюджета у нас реконструкция еще трех площадок. Двух площадок с искусственной травой и одной площадки с резиновым покрытием для игры, волейбола, баскетбола. Теперь возвращаясь к нашим спортивным мероприятиям. Ну, ближайшее мероприятие, это у нас День пожилого человека. Хотя у нас сейчас идет турнир по мини-футболу, так называемый осенний кубок. Значит, уже два дня мы играли, прошли игры по группам, а в эту субботу состоится финал. Как правило, у нас участвуют команды и Нахабина, и Красногорская, и Дедовская. Много мероприятий, спортивных именно, у нас проходит, посвященных Дню пожилого человека. Значит, 2 сентября у нас в старте будет... Октября, наверное. Октября, простите. 2 октября будет такой спортивный праздник, ну, спортивный спартакиада пожилых людей. Называется «Сильные духа». Какие, кстати, виды спорта будут входить в эту спартакиаду? Ну, может быть, я слишком громко назвала спартакиада, но это будет больше, наверное, праздник. Вот, как вы сказали, будет больше праздник. Значит, наши уважаемые бабушки будут бросать мяч в кольцо, показывать какие-то спортивные упражнения. Наверняка будет какая-то разминка, гимнастика. Разминка, музыка, будут песни. Это будет такой небольшой спортивный праздник. В прошлом году мы впервые это проводили, и нашим жителям это понравилось, поэтому в этом году мы будем так же проводить. Вот сейчас, кстати, набирает популярность скандинавская ходьба. В Нахабина есть какая-то сеть? Есть у нас, секции у нас, к сожалению, пока нет, но у нас есть девушки, которые и ходят, и приезжают в Красногорск, в Красногорский клуб ходьбы, если я не ошибаюсь, как он правильно называется. Есть, да. Есть секция ходьбы именно скандинавской. Да, вот они приезжают и занимаются у вас. А кроме этого, приручено к Дню пожилого человека, у нас будет турнир по шашкам и по шахматам. Причем на двух территориях, у нас Нахабина разделена на две части, поэтому у нас есть совет ветеранов и на южной стороне, и на северной. Чтобы нашим жителям было не тяжело ходить через железную дорогу, мы проводим соревнования по шашкам и по шахматам на двух базах. И кроме этого, у нас в субботу будет небольшой турнир по большому теннису. У нас есть небольшой спортивный клуб ветеранов, который занимается большим теннисом. Ну а что касается, может быть, крупных спортивных мероприятий, может быть, для молодежи, что-то будет в ближайшее время? Из крупных мероприятий, как правило, ближайшее, если о крупном, это у нас будет турнир, посвященный новому кожаной перчатке по боксу. Это будет крупный, когда наша секция по боксу, которая возглавляет двухкрасный чемпион мира по кикбоксу Саша Шмыков, который вывозит наших уже спортсменов на районы и областные соревнования, причем показывает очень хорошие результаты. Это человек, который знает спорт, болеет спортом, занимается спортом. Вот он в начале декабря проводит очень большой турнир «Кужаная перчатка по боксу», когда приглашаются клубы чуть ли не со всей Московской области, и очень интересное и крупное мероприятие. Вот если подвести такой небольшой итог нашего сегодняшнего разговора, вы сказали о том, что у нас появляются новые спортивные учреждения, новые спортивные площадки. Больше людей стало заниматься спортом. Естественно, вот эти все соревнования, которые проходят не только в Нахабино, но, может быть, в других городах и даже странах. Вот на, скажем так, областной арене, федеральной, на, может быть, международной арене появляются люди, именно нахабинцы, которым достаиваются различных призов, наград, званий, титулов. Ну, у нас есть уже, мне кажется, больше, чем 10 лет функционирует клуб по карате, нахабинцы называемые, возглавает его Микряков. Вот они участвуют уже на международной арене. Я называла Сашу Шмыкова, который вывозит наших ребят на области, и уже на Россию. Но на России пока не очень хорошие показатели, но на области уже занимал первые и вторые места. У нас три года назад, если я не ошибаюсь, да, три года назад нашим жителям Нахабино, нахабинцам, мне кажется, патриотам и спорта Нахабино, Вадимом Ивревым, был открыт спортивный клуб «Япон», это по самбо, где тренеры – это не меньше, чем чемпионы России или СССР. То есть за три года они показывают колоссальные успехи, участвуют и в районных соревнованиях, и областных, и приглашают к себе. Вот в последнем мероприятии, которое они проводили, присутствовало около 300 самбистов, чуть ли не со всего центрального федерального округа. То есть можно сказать, что количество чемпионов Нахабино неуклонно растет? Ну, вы знаете, можно, наверное, сказать, но это не главное. Мне главное, вот на нашем уровне, чтобы каждый ребенок имел шаговую доступность, пришел и мог заниматься. Вот, допустим, по решению главы, я, наверное, знаю, наверное, все красногорцы знают про Нахабинский стадион, да? Значит, очень долго, как бы, это была собственность Министерства обороны, а теперь уже второй год, это наша собственность, администрация городского поселения Нахабино, точнее, муниципального образования. Там есть небольшой зал, который нам был передан. Благодаря ему мы смогли секцию по боксу перевести в этот зал. А у себя в старте с 1 сентября у нас открылись две бесплатные муниципальные секции, которые никогда не было в Нахабино. Это секция по художественной гимнастике, бесплатная, и по настольному теннису. Мне кажется, это очень, как бы, хорошо. Ну, я тоже думаю, что это зло, да. Так что, я надеюсь, что пройдет какое-то время, и имена Нахабинцев будут звучать, и не только на арене Красногорского района, Московской области, но и на международной. Но пока у нас задача сделать так, чтобы у нас было много спортивных площадок, чтобы у нас было много спортивных учреждений, чтобы наши дети могли, вот вышли из дома. Потому что не каждая мама может своего ребенка отвезти заниматься спортом, или в Москву, или в Красногорск, или даже подростка, не каждая мама отпустит. А когда рядышком, во дворе, вот тогда и у вас будут высокие показатели. Галина Андреевна, ну, осень так рано или поздно закончится, наступит зима, и наверняка, как и во всех наших поселениях в Нахабино, будут работать какие-то катки. Где будете заливать? Уже определили места? После того, как мы передали наши поскорственные сооружения управляющим компаниям, у нас этот вопрос, как бы он всегда у нас решался очень тяжело. Но вот после передачи мы решили этот вопрос. И уже в 2014-2015 году у нас заливалось 6 или 7 катков. И проблем как бы практически не было. Даже по итогам зимнего периода мы проводили торжественную встречу с управляющими компанией и награждали сотрудников за хорошую заливку катков. В этом году у нас планируется, ну, как минимум, 10 катков, которые будут заливаться. Это там, где есть борта. То есть у нас 15 площадок паспортизировано. Значит, какие-то из них с бортовыми, с бортами, какие-то нет. Те площадки, которые с бортами, там везде будет заливаться каток. А не планируете, вот поскольку стадион находится уже в вашей собственности, сделать такую большую-большую площадку для катания на коньках, чтобы можно было массово прокатиться с удовольствием? Ну, я поняла ваш вопрос. Я, наверное, догадываюсь. Вы, наверное, слышали, что в Нахабино планируется, у нас нашелся инвестор, который планирует строительство на нашем стадионе ледового крытого катка. Вот как. Введутся проектные работы, это будут деньги инвестора. Кроме этого, там планируется несколько кортов по большому теннису и реконструкция футбольного поля с хорошим покрытием, с трибунами, с дорожками. Надеюсь, что в 2016-2017 годах мы увидим новый ледовый дворец. Ну, я думаю, что это будет здорово, поскольку сразу разнообразится спортивная жизнь нахабинцев, тем более, что круглогодично можно будет покататься на льду. Это, я думаю, что здорово. Я думаю, что там будет хоккей, фигурное катание. Я знаю, что вот в Красногорске есть фигурное катание, оно пользуется большой популярностью среди детей. Это очень красивый вид спорта. А почему бы и нет, чтобы было в Нахабино? Тем более, у нас фигурного катания никогда не было в Нахабино. Замечательно. Галина Андреевна, ну, давайте тогда, вроде бы, по спорту мы достаточно много сказали. Если что-то еще есть, важно... Я могу много говорить о спорте. Понятно. Могу сказать, сколько у нас проводится мероприятий о спортсменах. Ну, не буду я уже расширять свои выступления. Пожалуйста, давайте поговорим. Вы же также являетесь начальником отдела не только по спорту, но еще и по делам молодежи. Вот, а что касается вот этого молодежного направления, что сейчас делается? Ну, вот первое, что приходит на ум, сейчас год литературы идет. Как раз как молодежь приучаете, да, или привлекаете к чтению, к литературе? Ну, молодежь – это особая категория. Мне кажется, что нашу землю Бог любит, потому что Он нам дает очень талантливых детей во всем. А забота взрослых – увидеть этот талант и его развивать. К сожалению, у нас нет высших учебных заведений, нет хотя бы средотехнических заведений. У нас есть только школы, поэтому наша молодежь, подрастая, дети наши подрастая, становясь молодежью, как правило, от нас уходят. Если бы было высшее учебное заведение, они бы нас задерживались. Поэтому мы, в основном, работаем со школой и работающей молодежью. Студенты от нас немножко отдаляются. Да, отдаляются. Вы вот сказали про год литературы, но в этом году был этот год – 70-летие Великой Победы. И мне кажется, в рамках того, что происходит сегодня в мире, одно из важных, главных направлений в работе с молодежью – это гражданско-патриотическое воспитание. Чтобы наша молодежь знала, в какой они стране живут, какие у них были предки, как строилась наша страна, как ее защищали, и сколько жизней было положено за нашу страну. Поэтому, если говорить о гражданско-патриотическом воспитании, то мы ежегодно… То есть, не касается того, что вот в этом году у нас было 70-летие, мы уже на протяжении 5-6 лет ежегодно проводим не менее 30 мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию. Это и митинги, это и субботники, то есть благоустройство памятников, это краеведческие форумы, это встречи с ветеранами, это дискуссии, то есть очень много мероприятий. В этом году мы провели более 40 мероприятий. То есть, и самое интересное, молодежь по-другому стала относиться. То есть, чем им больше говоришь, чем им больше объясняешь, чем им рассказываешь, показываешь. Вот для меня было откровение, когда мы в прошлом году проводили краеведческий форум, посвященный Первой мировой войне. Многие дети даже не знали, что была Первая мировая война. Они с восхищением смотрели. Мы показывали документальные съемки. У них был такой интерес в глазах. Или, допустим, когда мы проводим с нашей молодежью беседу о том же Карбышеве. У нас ежегодно проходит краеведческий форум, посвященный... У нас генерал Карбышев работал до войны на нашем полигоне, в нашем институте. И его семья жила в Нахабино. И последнее письмо, которое его семья получила с фронта, было обращено. Здравствуйте, уважаемые Нахабинцы! Он писал, потому что его семья жила в этом Нахабино. И мы когда детям... Хотя у нас есть улица имени генерала Карбышева, да. Но, вы знаете, никто даже на это иногда не обращает внимания. Ну, есть она и есть. А когда начинаешь с ними рассказывать, когда показываешь фотографии, в глазах появляется интерес. И иногда даже гордость у детей появляется в глазах. Вот этим мы и занимаемся очень часто. Как же это все-таки отражается на литературе? То есть, может быть, есть какие-то альманахи, например, посвященные... Первое было слово. Поэтому литература отражается во всем. А есть дети талантливые именно в литературном плане? Вы знаете, очень сложно говорить о ребенке в 16-18 лет. Хотя Пушкин, да, это гений. Он уже был гением и будучи юношей. Но, с другой стороны, очень сложно в ребенке такого юного возраста увидеть способность к литературе. Особенно, если это касается прозы. В поэзии немножко попроще. Проза, она достаточно сложная. И прозаиков, как правило, меньше. Поэтому в этом году, чтобы найти эту талантливую молодежь, мы приучили к дню литературы конкурс, который называется «Молодежно-литературный конкурс. Слово.ру». Открытие этого конкурса, объявление о нем произошло в конце прошлого года, в декабре, когда мы подводили итоги конкурса юного художника. Мы пригласили к нам нахабиного литературного критика Елену Сафронову. Она достаточно известная. Она публикуется в толстых журналах. У нее много книг. Она достаточно известная. Она член Союза и Москвы, и Союза писателей. И это мероприятие стало открытием нахабина года литературы. И вот так был объявлен конкурс среди молодежи, среди проза и поэзии. Сегодня мы уже получили около 25 работ. Я считаю, что это достаточно, потому что в юности очень многие пишут стихи. Особенно когда влюбляются, какие-то переживания. Но одно дело это написать и оставить в столе, а другое это придать публике. Это достаточно сложное. И, как правило, те дети, в которых заложен талант поэта, они, как правило, стараются свою первую прозу не афишировать. Потому что они слишком критически, если в них это заложено, относятся к своим произведениям. Поэтому 25 произведений, которые нам прислали, я считаю, достаточно много. Сейчас мы читаем, что-то откладываем немножко в сторону, что-то решаем, какое место... То есть в каком порядке. Да, в каком порядке будет проходить награждение. А награждение у нас пройдет в конце октября. У нас будет молодежный фестиваль, посвященный Дню Единства. И там мы приведем награждение наших детей. Причем мы наградим всех, конечно. О каждом ребенке скажем доброе слово. Замечательно. А как вы считаете, вот чисто ваше личное мнение, сегодня много различных гаджетов. Это различные планшеты, это книги электронные. И все-таки молодежь, мне кажется, больше склоняется именно к гаджетам. А вот про книги, именно бумажные носители информации, как-то они уже отходят. А как вы считаете, что лучше, гаджет или книга? И то, и другое. Так. Да. Ну, книги привыкли мы, более старшее поколение. Потому что у нас, когда мы были юными, у нас не было гаджетов. Да и компьютеров не было, в общем-то. Я, когда была молодой, у нас был компьютер, который занимал вот такую комнату. Один дисплей, вот такой экран. И я помню, вот такой диск, который с трудом мы не вынимали, ставили, и только один человек мог работать. Это было совсем недавно. Жизнь, она течет очень быстро. То есть не замечаешь. И, конечно, когда мы были юными, мы читали книги. Сейчас техника ушла вперед. Почему бы и нет? Мне тоже казалось, что я никогда не возьму в руки электронную книгу. А теперь так удобно. Что захотела, то и скачала. Что захотела, то и зашла на пиблиотеку Машкова. Все, что тебе нужно. И классику, и современную прозу, и иностранную литературу. Даже журнала. Сейчас практически все журналы литературные. У них есть электронная версия и печатная версия. Поэтому главное, чтобы читали. Главное, чтобы читали. А как же вот этот запах печати? Ну, вы знаете, возможно, запах печати. Вот когда писатель говорит, вот я получил первую свою книгу, и вот этот запах печати. Ну, наверное, у всех по-разному. Когда у меня вышла первая книга из типографии, как-то я, ну, вышла и вышла. Запаха печати у меня не было. Раз уж мы затронули данную тему, я знаю, что вы пишете. Да, вы принесли как раз две книги. И поделитесь, что это за книги, пожалуйста. Две книги. Ну, это где последние две мои книги. Ну, а первая книга – это Крывеческая. То есть, когда Нахабина была 530 лет, значит, я не знаю, я случайно вообще как бы получила, что я написала эту книгу. Когда я работала в журналистике, у меня было несколько статей, посвященные Нахабина. Вот. И я думала, что я так могу легко их сверстать вместе, и у меня получится небольшая книжка. Но когда я начала работать над ней, оказалось, материала мало. Поэтому пришлось работать с архивами. Значит, основа здесь 90 исторических книг за основу я взяла. Значит, это как бы первый такой, мне кажется, труд. Схема, скелет, которая рассказывает историю Нахабина от момента его создания до середины XX века. Значит, конечно, здесь есть ошибки, не точности, не без этого. Но, мне кажется, тот, кто захочет в дальнейшем узнать историю Нахабина, а у него очень много белых пятен и много интересных фактов, о которых мы не знаем, есть только маленькая информация. Ну, например? Например. Значит, в Нахабина есть церковь Покрова, Пресвятой Богородицы. Значит, она сначала была... Изначально в первоисточниках Нахабина звучит как село. Первый источник. А это следует... Значит, село это по тем временам, это большой населенный пункт Московского княжества. Значит, обязательно была церковь, и обязательно как минимум 10 хозяйств. То есть это крупный населенный пункт. Но Нахабина не могла сразу стать крупным населенным пунктом сначала. Она была деревней. Следовательно, история Нахабина значительно старше, чем у нас есть первоисточник. Так вот, и эта церковь уже тогда называлась Покрова. В XIX веке она несколько раз горела, эта церковь, несколько раз ее перестраивали, потому что в России, в Старой Руси, как правило, всегда были в таких небольших населенных пунктах деревянные церкви. Это уже в XIX веке большинство деревенских и сельских церквей перестраивались и закладывались как каменные. И вот в середине XIX века в Нахабина то же самое, на средство нахабинцев было возведено. Возведена новая, очень красивая церковь. К сожалению, в 1930-е годы ее взорвали, но как бы ничего не осталось. Так вот, у жителей Нахабина не хватило средств для возведения этой церкви, и они обратились к меценатам. И меценатам была, как я пишу в своей книжке, возможно, внучка Екатерины Дашковой. Ну, тоже, да, интересный ход. Все-таки она или не она? Поэтому это вот белое пятно. И можно привести, допустим, в той же церкви было общество трезвости, которое длительное время возглавлял батюшка Сергий. Судьба его неизвестна. Опять же, это белое пятно. Это вот только касаемо, вот касаемо. Или до 1917 года в Нахабина проживало там не более тысячи человек. После революции, после раскулачивания население Нахабина увеличилось 10 раз. То есть по какой причине? Опять же непонятно. Нет, ну, вообще непонятно. Бежали от раскулачивания. Чтобы выжить можно было, только спрятавшись в крупном городе. И бежали в Москву. И это очень видно, когда я работала над книгой, у меня была статья про братьев Волковых. Может быть, вы слышали. Значит, у нас есть на улице Нахабина братьев Волковых. И когда я работала в редакции, было 60-летие было 60-летие Великой Победы и готовил свой материал о улицах, названных в честь героев Великой Отечественной войны. В Нахабина есть Панфилов, одиннадцати саперов, Карбышева. То есть как бы это все известно. И вот есть улица братьев Волковых. И когда я искала материал, казалось, что утеряна информация, кто это были братьев Волковых. Кто это были братьев Волковых. Хотя на Обелиске, павшем в Нахабинсах, их имена есть. Кто-то говорил, что это пять братьев, кто-то говорил, что это четыре брата и отца. И, значит, я долго искала, обращалась через газету. И слава богу, что нашлась единственная дочь, вот пять братьев, только один из них, Андрей, был женат. У нее оказалась жива до сих пор старшая дочь. Она приехала в Нахабина, дала нам фотографии, значит, показала, письма с фронта. Так удалось нам определить, кто это были братья. Разве это не белое пятно? Это белое пятно, которое уже становится... Да, и вот когда я работала над книгой, я хотела узнать, есть ли эти братья Волковы в книге памяти Московской области. Когда открыла книга, есть такая большая, очень много томов по каждому району, книга памяти Московской области. где приведены фамилии, имена, даты рождения всех погибших в годы Великой Отечественной войны. Я хотела найти их там, братьев Волковых. Когда я открыла книгу, оказалось, что два брата там есть, а трех нет. И оказалось, что... А потом я как бы любопытство... Значит, я стала искать... Я в Совете ветеранов попросила список погибших нахабинцев. И оказалось, что на обелиске павшим нахабинцев, около ста нахабинцев не занесены. Я стала искать по архивам. Нашла сначала 50 фамилий, обратилась к нашему главе, дала ему список за завод. Владимир Евгеньевич, показывается, что... Не все, наверное. Не все занесены. Но сегодня это белое пятно практически у нас ликвидировано, потому что издана книга и возведена еще одна с тылопавшим нахабинцем, где указаны все фамилии. Разве это не белое пятно? Галина Андреевна, вот смотрите, столько информации интересной именно по истории родного края. А как-то эту информацию молодые люди, молодые нахабинцы могут где-то узнать? То есть вот ваша книга, да, может быть, какие-то встречи с молодежью, там, молодежь и старые люди, которые могут рассказать историю. Вот что происходит именно в этом направлении? Ну, когда эта книга была издана, решением главы она была издана, мне кажется, достаточно таким тиражом, тысячи экземпляров. В этом году, кстати, еще дополнительный тираж, потому что она востребована в школы. Ну, во-первых, мы раздали школу, мы раздаем на всех встречах. Ну, и потом, допустим, мы проводим митинг павшим нахабинцам. Подводим, у нас есть обелиски, есть доски тех же братьев Волковых. Когда мы проводим митинг и рассказываем, вот вам и краеведение. Вот мы знакомим наших детей с историей нашей страны и истории нашего нахабина. Это краеведение. Мы проводим краеведческие форумы. Про Карбушево. У нас вторая школа, есть музей замечательный, гиртовцам посвящен. У нас есть место по утверждению дочери великого ученого Королева, которое называется среди российских космонавтов Байконура номер один. Это нахабина, там, где запустилась первая гиртовская ракета. Мы туда детей наших вывозим. Вот это то есть это понимаете, это нельзя сказать, что вот я провела такое мероприятие и вот наши дети знают нашу историю. Это ежедневный, ежемесячный, еженедельный, ежегодно, рутинная работа. Работать с нашей молодежью, общаться с ней, рассказывать ей. И это очевидно по глазам. Даже мы, когда у нас есть такой дискуссионный клуб неформал, когда мы, допустим, мы приглашаем туда известных спортсменов, ветеранов. Либо мы с детьми выходим на субботник. Вот собираем детей и выходим. И когда с ними общаешься, им рассказываешь, бывает, что вот ребенок на тебя смотрит и ты понимаешь, что он понимает тебя, что ты ему интересна. И интересна не ты, а то, что ты ему говоришь. Или начинает задавать вопросы. А ты говоришь, я говорю, возьмите, почитайте книжку. Конечно, все не будут ее читать. Все кто-то послушал и ушел. Но обязательно кто-то найдет. Кому это будет интересно. Кому будет интересно. Безусловно. И еще вот вторая книга у вас на столе. Давайте вкратце о ней. У нас, к сожалению, время эфира ограничено, поэтому прошу. Ну, это одна из моих книг. Это последняя книга. Это проза, повесть, которая вышла в Сибири, в Новокузнецке. И сегодня там открывается большой салон-магазин книжный, где будет презентация этой книги. Я, к сожалению, туда не смогла поехать, слишком далеко. Я давно пишу прозу. Это не первая книга. Надеюсь, что в ближайшее время у меня еще одна выйдет. Печатаюсь в разных журналах, в том числе и за рубежом. Так что... Ну, я думаю, что это, наверное, отдельная тема для программы именно ваше творчество. Дорогие друзья, я напоминаю, что сегодня в гостях у нас была Галина Андреевна Аляева, начальник отдела по делам молодежи, физической культуры и спорта администрации городского поселения Нахавина. Спасибо вам за то, что пришли и, скажем, познакомили нас с таким количеством информации, что это очень достойно. Дорогие друзья, для вас сегодня в студии работал Максим Мельников. До свидания и до новых встреч.